приветствую ольга я попросил тебя рассказать о своем опыте и понимании явления нарциссизма как в наличии когда один из партнеров нарцисс как это влияет на семейные отношения и по твоей просьбе я оставляю только видеозапись с собой но тебя не буду как говорится высвечивать ну и в этом смысле сразу мой первый вопрос на эту тему и на всякого рода другие темы чем бы ты хотела поделиться на самом деле поделиться можно много чем потому что в общем-то я эту тему очень подробно исследовала но она была для меня не темой прежде всего это была необходимая насущная такая необходимость для того чтобы понять что со мной происходит прежде всего у меня тут котик вот что со мной происходит и вообще очень интересная тема оказалась для меня очень вот может быть мы будем как-то вопрос-ответ потому что на самом деле у меня много что есть сказать но много уже что было и сказано твоих роликах в том числе вот но у меня все началось с книги в метро а вообще-то началось с комка в груди потому что я перестала понимать адекватность происходящих событий неадекватная реакция на какие-то мелочи там еще что вот имеешь ввиду неадекватная реакция со стороны твоего мужа которого ты заподозрила в том что он скорее всего я считаю не заподозрила я просто тогда хотела понять что это потому что действительно поскольку я человек такой внимательный рефлексирующий мне было странно такое гипертрофированная реакция на какие-то просто вообще мелочи даже вот ну бытовые какие-то вот ну и честно говоря мы же все все равно долгосрочных отношениях немножечко меняются и сами отношения и мы сами меняемся и то что было для нас ценным становится менее ценным то есть мы динамичные все системы это прекрасно понимаю но мне было важно понять может быть что-то со мной не так вот поэтому много думала по этому поводу чувствовала и один раз метро вы же знаете как бывает когда есть запрос вам придет ответ откуда-то вот я ехала в метро но это было уже дань лет семь назад или чуть меньше и увидела в руках у девушки книжку таня танк бойся я люблю тебя и там целая куча масок такая в общем обложка еще была меня так заинтересовала сидела читала женщина молодая причем читала так видно было что она просто вовлечена туда и мне конечно стало это очень интересно я пришла скачала и начала вот в стане танк все началось собственно говоря я увидела вот в этих описаниях потом уже я конечно разные там авторов там я пошла дальше уже в классическую психологию это конечно и отто кернберг и хайнс кохут и мелани кляйн потому что можно конечно все перечислять симптомы но важно это найти истоки важно найти истоки что с этим делать возможно с этим что-то сделать невозможно с этим что-то сделать и что возможно из этого спектра акцентуация это или это ну понимаешь какой типаж там вот в общем много чего я причем очень важно все-таки такой подход выскочить из личности более объективно это очень помогает потому что когда мы через свои ощущения личности мы тоже можем там навалять честно говоря вот ну вот что я поняла что все таки нарцисс нрл это династия это династическое заболевание она просто это идет как бы по от линии мамы а может быть еще и раньше папа ну это неважно да если это мама нарцисс то и бабушка может быть что ну бабушку я не могла отследить но во всяком случае это это действительно династическое потому что такой опыт и такое расстройство не может вне личного опыта появиться вот это ключевое вот ну и соответственно потом уже я увидела симптомы многие и еще очень важный момент что вы можете это узнать только в близких отношениях вы не никто никогда не заподозрит и даже такого термина не будет проскакивать хотя сейчас это актуальная тема даже сам век такой стальные сети нам очень помогают инстаграм понимаете ли там же там же напрямую но в принципе это можно еще назвать культ личности по сути и кого конечно нарциссы нарцисс развивает свой культ это ложная личность понятно что он развивает как бы но все равно ему нужно предъявлять миру личность что там внутри вот то что он предъявляет и реакция мира на это предъявление ему важно все время держать эту планку все время держать эту планку он никого не пускает к себе настоящему потому что тогда ему становится невероятно ну вот этот стыд вот это вот все поэтому вот так вот только близкие отношения так сожалению выявляют светлые полосы очень большие серьезные хорошие ты считаешь что на входе вот мне девчонки молодые там и парни тоже пишут как распознать нарцисску нарцисс на входе в отношения какие может быть сигналы или тревожные звоночки могут быть ну как бы знаком к тому что скорее всего твой партнер потенциальный партнер ну нрл еще тут ну вообще на первых порах вот только-только и когда мы все молодые то очень сложно говорю сразу по-настоящему можно ошибиться может быть это просто стероидный какой-то человек демонстративная личность там ну или еще что-нибудь такое вот нрл тут скорее всего хорошо бы вот не зря наши старшие родственники говорят посмотрите на родителей если есть возможность и объективно оценить потому что когда у нас нет опыта когда у нас там извините бабочки в животе и мы как кролики там уединяемся там совершенно не да это там большой гормональный выплеск там все нивелируется очень важный момент появление детей но на первых порах вот вы знаете можно спутать тем более тема модная признаков выложено много и если человек вообще немножечко не глубокий а поверхностный он может наломать дров это может быть сто раз не нарцисс тем более что они совершенно разные грандиозного его да его видно доминирующий человек естественно вот но не это нужно прожить какое-то время так просто вы не определите не скажи пожалуйста в связи с этим как ты начала понимать что в твоих отношениях ты говорит даже потеряла чувство адекватности может со мной что-то не так я знаю что нарциссы именно так и делают они вкалывают этот яд сомнение в себе самом или в себе самой но как ты поняла что человек рядом с тобой скорее всего у него и на рану по каким и по каким переживанием чувства ну вот так скажем создание некого напряжения неопределенного вот когда вроде бы наступать такой момент когда вместе плохо портин тоже плохо вот то есть прерывистое подкрепление это вот очень очень важный инструмент у этих ребят и у ли или у девочек у женщин или там у мам прерывистое подкрепление который человек то исчезает даже как бы он оставляет это право за собой жить своей жизнью мы можем это обсудить мы можем договориться мы можем все перетереть переговорить как взрослые люди уже и как люди которые понимают что счастливым делать никто никого не обязан и не должен если это еще люди осознанные мы это тоже понимаем а вот но здесь фишка такая как только вы начинаете уже эмоционально независимым становиться вам вот это стой здесь иди сюда ой куда это ты а чё а чё там происходит да классно все у меня да а что там ла 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 вот такое вот есть такой момент вот это прерывистое подкрепление это очень важная манипуляция вот дело все в том что может быть да скорее всего это и так у ребенка все эти фишки появляются как самосохранение инстинкт выживания вот это построение ложного я да но до трех лет уже все это происходит и соответственно уже тревожно избегающая привязанность формируется таким образом и потом эта привязанность включается и работает с вами точно так же вот это именно тревожно избегающие то есть ему тревожно быть все время долго в контакте ему надо выбежать потому что ему это напряженно быть тем кто он есть все время поэтому вот такая вот штука вот значит что еще это конечно подсознательный механизм это точно совершенно человек осознает что он причиняет другому он не может этого даже понять потому что если у него вот это эмпатия на том уровне эмпатия у него к самому себе очень хорошая но другого именно на глубину понять и ночь сложно вот особенно если это другого пола человек мы так-то разные но и переживаем мы по-разному мужчины и женщины по-своему у нас все таки в психике есть некоторые отличия гендерные все равно вот поэтому конечно но дело все в том что все равно идет зарабатывание пятерок для мамы всю жизнь это что это значит что он должен все равно соответствовать ожиданиям мама ведь в общем-то нарциссическая мама для нее все ну она можно сказать человек пускай она не мама у нее очень слабый материнский инстинкт насколько я понимаю но все окружение близкие друзья это все как бы атрибуты ее по сути они должны соответствовать ее ожиданиям ее положение в обществе оно должно быть все the best понимаешь чтобы предъявлять миру хорошего мальчика умного с хорошей семьей прекрасные внуки у нас вообще все во вот у нас все зашибись вообще это обязательно если что-то не так там такое расстройство сложное идет и человек в панику прямо впадает что как-то так вот поэтому вот идет зарабатывание причем подсознательное сначала идет скажем так пубертатный период когда это все-таки хочется именно избегать вот семейную вот эту атмосферу бывает так что нарцисс встречает человека противоположного своей маме и тогда это его очень привлекает но этот человек должен быть сильный достаточно какими-то своими крепкий такой по жизни скажем так вот но потом когда если это семейные отношения в развитии конечно если это мужчина он станет папой если это женщина то она станет мамой в данном случае я не папа вот проекции меняются вы уже становитесь из любимой девушки любовницы женщины обалденные вообще такой вау вы становитесь просто мамашей причем мамашей конкурента ребенок это конкурент потому что он забирает свою часть ресурса и при рождении в семье нарцисса ребенок становится конкурентом для отца да да конечно поскольку мы все воспитаны мы знаем как должно быть и при том что когнитивный интеллект присутствует конечно там может быть даже и не дойдет до рефлексии может быть человек даже не будет рефлексировать что это а начистую это идет ревность конечно но она такая это это ее надо понять но это но это женщина это поймет женщина мама ну а потом потихоньку как бы поскольку мне ресурса меньше мне нужен еще ресурс нарциссам всегда нужен ресурс и много причем бесперебойно что ты называешь ресурсом для нарцисса это человек который готов открыть ему все шлюзы своей психической энергии вообще вот он должен влюбиться в него он должен обязательно его понять принять восхищаться безапелляционным ну в общем то это люди как правило созависимым поведением все таки которые готовы любить безусловно принимать я говорю это готовые из твоей какашки сделать паштет намазать и есть за завтраком будет ой какая вкуснятина самое лучшее блюдо когда человек перестает супруг супруга перестает быть ресурсом для нарцисса или каким то образом указывает на его не идеальность что происходит с нарциссом в это время да он впадает в ярость он начинает отделяться но дело все в том что без создания запасного аэродрома обычно никаких резких телодвижений не происходит вот когда есть уже запасной аэродром тогда уже появляется такая смелость появляется такая вот то что я не люблю я неправильно выражаюсь не люблю да вот сейчас такой настоящий мужик такой альфа самец для меня всегда существует понятие не мужик а мужчина мужчина это более такое но ты понимаешь о чем я говорю и я думаю слушатели тоже понимают муж мужчина как чинный муж ну да это он уверен в себе это человек это мужчина который ощущает себя что у него есть что все есть у меня я спокоен я уверен но это уверенность она такая внутренняя она и но женщина это чувствует во всяком случае а альфа самцовость я мужик это скорее нужно проявить себя ярко это надо накачаться это надо что ну чтобы все поверили да что у меня есть и получается что чинный муж он такой спокойной здоровой взрослой позиции а у нарцисса идет расщепление между маленьким ребенком и вот созданием внешней грандиозности конечно но если это грандиозные они как правило я их называю харизматами они очень харизматичные это надо признать в принципе на своем месте они великолепны если это там актеры тра-ля-ля там ну понимаешь люди общественной деятельности социальной люди публичных профессий и так далее они на своем месте но я думаю что практически если у них долгие браки случаются браки у них обычно недолгие то в принципе жены могут рассказать что это люди сложные то есть если женщина соглашается на роль обслуживающего персонала по всем швам безропотного она может мотивировать себя тем что он несет очень большую пользу обществу и что это ее задание быть мужу помощницей скажем так вот и эта мотивация может покрыть вообще все что угодно ее уже вообще там давно не будет но она помощница это будет уберечь а чего у меня я такое важное дело делаю я же тыловой работник я же снаряды точу вот и библейская цитата здесь очень уместно сотворим человека помощника христианство в этом плане вообще очень особенная вещь все не забывают другие фразы что в христе иисусе нет ни мужчины ни женщины ни иудея ни елена то есть вот этот принцип христа вместить в жизнь очень сложно это практически невозможно все равно нужны ритуалы цеплялки вот эти наши там мужчины то а ты а ты женщина то но времена то меняются эволюция то идет граждане ну что вообще на этом же надо одержать марку не за это цепляться женщина уже как бы вот так вот вот на самом деле этот опыт бесценен потому что если вы все таки прошли опыт какой именно общение с нарциссом сначала тебя загоняют в угол ну ты сам себя загоняешь при помощи вот этого всего и в полной растерянности потом ты в фазу изучения исследования если у тебя ну мозг работает все говорят выйди из ума а я считаю что приди ум хороший помощник если он нормальный ты начинаешь конечно рефлексировать друзья прекрасные которые у тебя есть их один два максимум три это чудесно потому что они то примерно наблюдают тоже потому что твои друзья они примерно созвучны тебе значит люди наблюдательные и смелость еще нужно включать смелость вот не боятся провалиться в долину темной смерти и пойти в нее все сказочки же говорят истопчи три пары башмаков посохов ну вот у кого какие поля если у вас там вот такое в семье что вы обнаружили что у вас нрл поблизости то ваше поле для посоха и ботинок этих железных будет это или еще что-то у нас у каждого все равно что-то происходит для того чтобы мы все равно становились крепче в результате вот начинаешь изучать и ты понимаешь что ты потом даже можешь на самом-то деле когда ты уже разождествился чувством вины вот это это пройдет если по-честному вот тогда уже ты можешь и на нарцисса смотреть с большим сочувствием я тебе скажу и вот тогда ты можешь действительно стать помощницей но помощницей не вот той первого варианта когда тебе там помой на голову выливают а ты там нет а когда тебя уже будут спросить об этом и спрашивать вот это тоже реально но это очень редкий случай на самом деле ну вот прям ты подбираешься к моему следующему вопросу скажи вы прожили ну вместе ну более 20 лет насколько по твоему вопросу скажи почему осознав что эти отношения не питательны деструктивны не дают как бы опорности почему ты осталась в них почему ты не разошлась не развелась не ушла это скорее такой это хороший вопрос я даже не рассматривала никогда для себя вопроса полного ухода я так я для себя давно поняла что разводясь уходя мы все равно друг от друга все люди не уходим мы остаемся друг у друга внутри скажем так чисто механически это сделать можно но дело все в том что очень много связывает очень много связывает что именно это может быть ну понятно есть вот это базовые там финансы жилье там материальные ценности дети все равно это все связывает но это все ерунда на самом деле память о том как было прекрасно и как мы любили друг друга эта штука такая ух космическая потому что все равно в этом человеке это и это остается понимаешь и это остается и ты понимаешь что вот штукай который попал к снежной королеве вот он там сидит эти льдинки собирает вот но а кто ж его поцелует то если его никто не поцелует ну секса там может быть у ресурсов сколько угодно там да там там фонтанирует но там другое дело все в том что и нарцисс может быть привязан очень сильно к человеку в том числе потому что вот это вот память о том как было классно вот это приятие полное и какие-то такие вещи а еще знаешь дифференциация все-таки могу тебе сказать что в нашем случае мы дифференцированы по-хорошему то есть у нас все равно у каждого при том у меня никогда саморастворения полного не было не было всегда у меня была своя часть у меня была своя часть у меня всегда сохранялся какой-то сегмент моих друзей моих интересов я совершенно спокойно могу одна находиться могу там пойти в театр одна мне совершенно это не ломай вот это вот очень важная вещь когда у вас есть его поле мое поле и наше общее вот это вот да эти два полумесяца вот вот это вот очень важно но дело все в том что как правило в ловушки то попадают или мужчины или женщины созависимыми которые на самом деле подсознательно ищут добрую маму в партнере или понимаешь у меня с этим вообще хорошо у меня была очень бабушка вообще крутая первые мои восемь лет вообще я была наполнена настоящим подлинным интересом любовью и взаимодействием с моей бабушкой и это такая штука вот захотел бы сломаться да чего-то как-то не получается ты человек переполненный любовью и давать и у тебя как бы от этого не убывает вот у меня была прекрасная любящая бабушка понимаешь вот она была ангел-хранитель я ее так и называю то есть ты недополучила от мамы то что нужно от мамы но от бабушки сполна любви конечно конечно ну мама я знаешь я когда повзрослела проанализировала ну мы можем дать только то что сами получили или если у нас есть любовь к чтению книги это вообще для детей которые вот так заброшенные это вообще кладезь особенно классика всякого рода вот ну и потом у нас же все равно остаются мы же люди у нас есть сердце мы можем что-то чувствовать мы можем это все складывать поэтому я со своей мамой конечно в пубертат я обижалась у меня была сверхзадача скорее ребята я немножко подрасту и вы меня не увидите бабушки уже не стало но потом мне стало жалко маму потом я стала ее понимать потом я вообще как бы так и даже с ней имела много разговоров что мам все нормально мама сказала Оля ну я же для тебя ничего хорошего то ведь не сделала доченька все вот все вот эта фраза которая совсем на место но не было бы бабушки было бы по-другому это это совершенно точно вот сам одна из тем которую я очень хотел разобрать с тобой это если в семье где один человек такой ну с предположением что у него нарциссическое расстройство личности а другой любящий принимающий что происходит с детьми ты в нашем частном разговоре сказала о том что у тебя есть на эту тему что сказать какими вырастают дети в таком случае вот как раз в этом пожалуй самая такая вот острая тема что себя то ты можешь как то ну потому что ты взрослый ты можешь анализировать рефлексировать а ребенка ты только можешь защищать на самом деле и ну как защищать тебе приходится как бы нивелировать потому что ты не хочешь чтобы ребенок расстраивался что вообще-то он особо тут не интересен вот кроме там мамы скажем и сестры ну может быть еще кого-то все равно особенно если этот мальчик он так или иначе будет искать контакты с папой понятно на определенном этапе на что он будет натыкаться если у папы на что он будет натыкаться он будет натыкаться на формальное отношение но никакой эмоциональной связи не будет и самое острое происходит пубертат начиная с 13 лет когда мало того что у тебя гормоны по башке бьют ты становишься некрасивый девчонки тут бродят тебя отшивают еще что-то еще что-то еще и вот эмоцион с мамой да но мама не папой мама никогда не может дать то что должен дать папа ну хоть ты тресни хоть ты там будешь там бороду приклеивать и говорить мужским голосом все равно это другое и конечно получается такой когнитивный диссонанс папа есть и папы нет вот когда папы нет это понятно папы нет а это вот тоже прерывистое такое же как вот у этих крыс нажимаешь иногда папа проявляется иногда папа появляется но еще дело все в том что очень серьезно надо отнестись к деятельности если папа допустим там командировки там еще что-то это всегда тогда ребенку легче он может оправдать но почувствовал вот по глубокому будет будет потом фрустрация очень сильная будет травма будет сидеть этот парнишка лет 15 и говорить мама скажи вообще а моему папе все равно есть я или нет и вот когда тебя задают такой вопрос ну понятно что сам сжимаешься в комок но хочется защитить защитить мама устроена так она ребеночка защитит хоть в 10 лет хоть в 5 хоть в 45 никуда не девается поэтому начинаешь оправдывать оправдывать создавать некий фундамент того что ну как же ну почему все тебя любят и папа тебя любит ну просто он очень занятый тра-ля-ля но речь то идет не об этом и это только потом понимаешь вот но к сожалению вот это ребенок который потом может быть очень несостоятельно себя чувствовать как мужчина потому что он мужского такого поведения отеческого не воспринял потому что отец это все-таки мама защита отец это внешне это он должен подготовить к тому чтобы мальчик удар держал вот ну а если папа сам ребенок в глубине души ну смотри ведь получается что ну если так не хочется конкретизировать видишь как ты так аккуратненько обхожу острые углы если папы нарциссическое расстройство личности значит и то что ты видишь как именно это а не что-то другое значит мальчик вырастает и мальчик уже взрослый ну судя по описанию твоему о котором мы говорили что он как бы психологически не растет потому что образом мужского в нем не заложено не растет до тех пор пока какая-то не сформируется уже его личная ситуация когда он окажется лицом к лицу с этим с чем если он рефлексирующий человек и уже и уже начинает понимать что блин и уже начинает разговаривать об этом это уже пол дела ну понимаешь какая штука можно задать вопрос а чё же ты раз ты такая защитница детей не оградила тогда и а дело все в том что это все пришло эти знания ко мне пришли ну скажем так уже совсем так точно лет пять назад я до этого плавала в этом я не понимала мало что за человек рядом с тобой кто этот человек и тебе казалось что это просто особенности характера и так ты да да что есть как тем более что если ты помнишь что вот эти вот все ну там юнг и прочее что чем больше личность тем больше тень понимаешь вот это всегда тоже озвучивалась там ну ты же понимаешь чем больше личности больше отчасти это да отчасти это да но 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 и действительно так ведь харизматичная личность которая направлена на внешнюю деятельность я уже об этом говорила еще раз повторюсь это в семейных отношениях люди особенные вот надо вот понимать что что такой близости у человека не может быть он все время работает туда 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 но это но это удел всех вот если почитать ну что тут говорить Лев Николаевич Толстой Софья Андрея да уж совсем такое избитая да очень ярко получается во внешнем мире у мужчины с НРЛ могут быть вполне хорошие отношения с другими это как раз его среда обитания это он заточен на это для того чтобы добирать через внешний восторг а в рутине семейных постоянных отношений ему скучно нет это это ну надо что-то придумывать тогда а тем более что все-таки если это грандиозный харизмат то там эмоции зашкаливают всегда и и ты понимаешь ты в такой жизни живешь очень насыщенный драйв вот знаешь такое слово вау и когда ты вдруг оказываешься в тишине становишься растерянным потому что ты уже привыкаешь дофамин извините ты наркоманом становишься ну вот эмоциональным тем более что НРЛщики они кушают любую энергию им главное эмоцию им важно чтобы было неспокойно вот ту вареточку из-под попочки чтобы хотя бы услышать очень любят вот такие вот понимаешь сильные эмоции ну вот что делать но дело все в том что с возрастом тоже это что-то приходит к ним какие-то понимания все-таки все-таки могу сказать ну может это это уже вопросы конкретных пар потому что все-таки есть общие моменты но детали у всех свои вот с деталями очень можно много чего сделать положительного на самом деле если человек осознает в себе вот эти нарциссические штучки у нас бывают проблески такие да вот то все-таки это не безнадежный случай в принципе вот есть там очень много градаций и очень разные вот эти комбинации наши где там какая женщина чего там что какие условия жить имеешь в виду что ну как бы нарциссическое расстройство личности это не что-то стереотипное однотипное а некоторые градации там есть зависящие от многих факторов других да да от рода деятельности если у них удовлетворение есть по роду деятельности во внешней среде это уже полдела я тебе скажу вот потому что тогда вот этот вот невыраженность своего грандиозности на твою голову не падают там уже есть удовлетворение подробности хочу спросить тебя смотри когда ты вдруг начала допонимать лет пять назад что человек который рядом с тобой у него нарциссическое расстройство личности что он ну как бы не вполне тот не вполне обычный человек вот я смотри так чтобы не стигматизировать мягко выражаюсь да правильно да вот скажи вот поделиться с другим людьми рассказать что-то такое ну разделить с кем-то это открытие было ли у тебя с кем поделиться своим открытием чтобы было у меня было и это большое счастье но всегда есть свита всегда есть свита всегда есть свита которая разделяет и которой можно управлять это обязательно должно это у кого у кого у нарцисса должны быть люди которыми можно управлять которые как бы будут по первому свистку вот ну и как бы там всегда идет обмен он дарит свою неуемную энергию заводит всех а люди дарят то что ну смотри ведь ведь нарцисс всегда гораздо ярче гораздо проявленнее его жертвы и если происходит какой-то ну конфликт между нарциссом и его или ее партнером обычно верят нарциссу конечно в этом вся трагедия номер один что тебе окружение как правило все-таки семейное окружение грандиозно я не говорю там про скрыто они очень коммуникабельные они очень открыто они умеют завоевывать на раз-два вот привлекать внимание это здорово это классно вот но но эти люди никогда тебя не поймут никогда вот в этом проблема что ты слава богу что ума хватило только с друзьями делиться потому что иначе ты схлопочешь еще ты что вообще вот стерва какая вообще такое блин у тебя тут вообще супергерой супермен что нам тебе хороняка вот люди они никогда не вместят это никогда не это только личный опыт а так что надо тебе как ты сказал хороняка или да но это из фильма Иван Васильевич меняет профессию откуда ты там бровями союзно ляпота ляпота вот в этом-то и самое обидное для жертвы у которой нет некому сказать она в полной изоляции остается вот она будет говорить а ей будет да ладно что ты сочиняешь то что ты вообще несешь вон он этому помог этому там то этому все что ты вообще несешь добрейший вообще отзывчивейший человек блин сострадание пять миллиардов вагонов тебе понимаешь что тебе надо это ты значит почему-то у всех другое мнение Оленька а ты только одна вот тебе лечиться надо бы наверное вот если вы в это поверите то вам капец а верить в это не надо вот и нужно не бояться вот вообще на самом деле как только вы начинаете проверять себе своему ощущению да но проверять тоже потому что вообще хорошо бы все таки чтобы своя жизнь была когда у человека есть своя жизнь свои любимые занятия если их уже нет ну вспомните что вы в детстве любили может быть вы любили фантики вот так разглаживать красиво и собирать коллекцию тетрадочку вот так вот и делать может девички любили делать открыточки да начните с этого это очень терапевтично вы потихоньку через это придете в себя вспомнить кем вы были это очень большое подспорье это глупо может быть звучит но это лучше чем пилюли есть горстями вот вот или там еще что-то это как раз не глупые занятия это очень хорошее занятие но видишь оказавшись в такой ситуации у тебя был свой внутренний мир ты не слилась как созик полностью с миром своего да я вовремя вовремя что такое то вообще ты выгребла в свою территорию и ты осталась внешне какой-то частью с ней да внутри фактически это вот ну как бы нарциссическое в каком-то символическом смысле расщепление когда снаружи ты одна а внутри ты другая у тебя там твой мир куда ты не пускаешь его ну это вообще расщепление мы все расщеплены на самом деле частично если так вот строго говорить мужское расщепление даже не нарциссическое это общеизвестное это расщепление когда кстати брак уже многолетние все там уже затихли камыши в садах то мужчина расщепление на женщину дня и женщину ночи много всяких расщеплений гендерное расщепление вот ну это такая фабула такая смешная ну дело все в том что мы расщепляемся тогда когда проклятие висит вот расщепление мужское проклятие если его так ну я не люблю это слово конечно дурацкое ну не важно это когда мужчина нежно любит свою жену но не хочет ее фантазии у него же там после 45 50 60 там же вообще все вау скоро мне уходить а я еще мальчик может сказать надо наверстывать упущенное срочно тем более что энергия секс это энергия вот а любовницу он чаще всего не любит но хочет ну а для женщины в этом плане в супружеских отношениях самое большое проклятие когда ее не желают потому что суть женщина отдаваться вот и принимать а ее не хотят и какие бы ни были отношения какие бы ни были доводы вот отсюда или отсюда это исключительно природная тема это пулевое ранение для женщины а для мужчины вот то пулевое ранение сидеть дома все время размножаться в тюрьме не могу вот но это факт это жизнь вот эти вещи просто вот такие расщепления понять можно вот ну что делать так мы устроены Оль вот в чем у меня к тебе огромное такое уважение и почтение просто как личности и как женщине что для своих троих детей ты никогда не пыталась быть и мамой и папой то есть ты несла только свою материнскую функцию но не не была папой и не становилась на место папы и не защищала детей от ситуации с папой у меня кто очень актуальный сейчас вопрос и отчасти мы в личном разговоре тогда касались скажи пожалуйста вот что если женщина понимает что папа является нарциссом и ты как опытная женщина как старшая подруга да вот объясни в каких случаях возможно ради того чтобы у ребенка не было деструктивной модели семьи возможно ради самосохранения в каких случаях разойтись будет правильным ходом правильным поступком а в каких случаях неправильно по твоим критериям по моим критериям во первых если степень там нарциссизма они же тоже немножко такие разные вот что он может даже в общем-то и руку прикладывать и что-то такое и в открытую устраивать какие-то скандалы этому ребенку то есть не проявлять внимание а негативное внимание выливать на него там свои какие-то вот здесь уже не нужно терпеть абсолютно то есть какую-то часть и кстати надо разговаривать с таким папой неважно поняла ты или не поняла нарцисс он или там тракторист с ним надо разговаривать если ты понимаешь на что ставка что это ребенок который должен быть взрослым которого ты должен отпустить и он должен все-таки жить нормально постараться вот поэтому неважно нужно все равно разговаривать если инициативы со стороны папы нет ничего страшного возьмите купите вина приготовьте ужин скажите нарциссу пару комплиментов чтобы он открылся и поговорите с ним вы знаете бывают иногда результаты поразительные потому что мы можем стигматизировать мы можем навешивать ярлыки это тоже мы не должны делать не должны тогда мы тоже становимся нарциссами по сути абсолютно вот бог любое зло переворачивает в добро я уже не раз в этом убедилась вот ситуация патовая матовая со всех сторон матовая а она потом вдруг бах а только все зависит от того чтобы вы не закрылись вот от этого от работы бога не закрылись потому что есть а исключение из правил есть вот это не сказки это трудно но зато потом есть плоды поэтому вот этим женщинам я хочу посоветовать или мужчинам потому что женщины нарциссы тоже я вам скажу вот если там уже просто конкретно у человека наступает нарциссическое безумие если он уже не в адекват совсем впадает ну тогда конечно тогда конечно но для начала обеспечьте себе аварийные выходы сразу не кидайте вы не выдержите если у вас есть намерение все-таки ну вот к расставанию а у вас все было общее начните с того что создайте себе пути отступления как на войне да потому что если вы хотите сохранить ребенка вы уже поняли что вы взрослый а ему еще надо жизнь строить психика чтобы она была поломана вот поэтому сначала финансовую независимость как-нибудь чего-нибудь не работали никогда а вот пойдите-ка и поработайте подумайте что вам можете делать общая площадь у вас ну это конечно бывает очень тяжелое но у нарциссов как правило они в плохих условиях материальных редко живут я скажу потому что востребованность все-таки у них нормальная они умеют кстати и деньги зарабатывать в этом плане поскольку они коммуникабельные открытые и способности у них для этого есть сейчас говоришь о грандиозных нарциссах конечно 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 ну а если скрытые видишь мне тут сложно потому что у меня такого опыта с ними не было но 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 в любом случае даже если это нарциссы даже это психопаты даже если это какой-то вообще шизоид ну много вещей когда люди вдруг становятся несовместимыми вот они пожили пожили и вдруг начинает вылезать такое мое родное женщине надо все-таки думать что она должна быть независимой по максимуму особенно если есть дети ну и смотреть за поведением ребенка конечно что происходит очень важно что происходит какое взаимодействие оскорбляет ли он там ребенка бывает же так что это отчим нарцисс вот это вообще это вообще как правило самое тяжелое вот тут конечно и женщину обвинять все хотят человеческого счастья когда мама одна с ребенком все время тоже бывает не фонтан вот вот здесь опять частные случаи вот но но главное все таки прийти в себя все таки первоначально прийти в себя какую-то стратегию разработать ну поплакать ну прожить это ну разбиться вот просто грохнуться разбиться по-другому не получится вот а потом потихоньку собираться если там совсем все плохо и уже здесь не надо жалеть потому что тут же будет включаться переговоры жалость там не хотят ресурсы выпускать никакого хоть кривого хоть горбатого любой годится поэтому очень важно если уже созрело решение перепроверить друзья если есть заручиться поддержкой людей очень важно если есть близкие ну если близких нет ну это тоже странно значит этот человек тоже весьма странный может быть ему сначала на терапию честно говоря которого не оказалось близких да совсем понимаешь это тоже какой-то симптом да вот тут тоже какой-то симптом тут тоже надо человеку понять потому что мы можем там каких-то советов надавать а это не сработает или еще ухудшит как в медицине не навреди оль задам провокационный вопрос у тебя не возникло желание в ситуации когда ты поняла там может лет пять назад а может быть чуть раньше да блин влюбиться и пережить опыт любви ну ну я вообще по жизни влюблялась несколько раз я себя в этом не торможу другое дело что я заточена как бы тебе сказать ну я уже пересмотрела эти все вопросы я тоже себе много свобод даю но я влюблялась в течение супружеской жизни но это но это как бы тебе сказать меня это очень согревало мне это все очень нравилось меня это очень поддерживало но это не значит что я дожимала ситуацию до того чтобы там разрушить здесь построить там обычно я всегда влюбляюсь в каких-то недоступных по бытовому людей вот но это не важно это же совсем не важно вот я себе не запрещала влюбляться в людей в мужского пола вот другое дело что мне не нужно разрушать сжигать мосты какие-то вот конечно когда был очень острый момент у меня осознание у меня просто скорее появилось желание в своем мире остаться отгородиться совсем потому что вот это менять лошадей на переправе немножко тут знаешь ты будешь как бы можешь большая большой риск что ты будешь этого человека как лекарство использовать а я услышал и завершающий вопрос да мой хороший друг и коллега Александр Ройтман психолог психотерапевт однажды такой пост написал я даже не понял он написал друзья мы не имеем права диагностировать кого-то как там психопата невротика нарцисса это все медицинские там депрессивного больного это все медицинские категории и никакого права вы не имеете это может заключение сделать только доктор психиатр после частного обследования смотри в своей жизни ты взяла себе право я хочу сказать многие берут себе право диагностировать человека которого близко знаешь и ставить ему вот это клеймо или вот это обозначение уберем слово клеймо после чего ну как бы ну что-то проворачивается да понимается ну что бы ты сказала тем людям даже в частности психологам которые считают что мы не имеем права диагностировать и называть какими-то медицинскими терминами поскольку мы не имеем медицинского или психиатрического образования почему ты взяла это право такое наглое бесцеремонное право поставить диагноз своему супругу потому что это моя жизнь это не жизнь психологов у которых свои там фишечки всякие вот и я не уверена то что они говорят они практикуют это в своей жизни человек так устроен мы можем быть белыми кроликами прекрасными гуманитариями либералами до тех пор пока нас не коснется это лично пока вот эти вилы в печенку не тебе не засадятся ты будешь так же рассуждать более того никакого клейма кстати нет хочу сказать что я получилось так что я свои знания не использую как стигмат я использую для того чтобы правильно себя самой вести правильно жить просто чтобы понимать что это это понимание оно освобождает как раз и вот в этом случае это никакой не диагноз это ничего это просто ты просто с этим встретился проанализировал и понял отчасти сейчас очень многие грешат этими диагнозами экспертными оценками я же ПТУ закончил полгода поучился на курсах на эзотерических и я уже эксперт знаете я сейчас вам тут всем расскажу и вот я тоже против этого на самом деле но здесь ситуация другая она внутренняя более того это моя частная ситуация я никому об этом кроме своих друзей как бы и у меня нет цели этого человека там загнобить еще что-то или дискредитировать да вообще я даже вот сейчас согласилась на это а у меня уже это уже как бы переболело отошло я уже в другой фазе совершенно вот и я уже смотрю другими глазами мне уже становится чем помочь нужно и тем не менее этот супружеский союз ты не расторгаешь ты остаешься внутри него да не оставляю потому что честно говоря если бы вот это вот сейчас вот так было бы остро которые были маленькие дети а сейчас уже как сказать во многом он даже и формальный этот супружеский союз но у нас есть все равно неформальные части мы это сохранили скажу честно потому что не может быть даже нарцисс полным говном вот это это нонсенс все равно есть и в нем что-то прекрасное хорошее то что надо все-таки быть благодарным потому что много что было чудесно и есть еще вот поэтому если мы загоним себя в угол вот этого вот негатива вот это все ничего хорошего не будет на выхлопе смотря что вы хотите обличить его законопатить да это вообще пять минут а что хотим то на самом деле что мы на самом деле хотим хотим чтобы все-таки отношения вырулили куда-то на какую-то другую фазу даже интересно может быть это даже может быть интересно понимаешь я очень понимаю Ольга я благодарю тебя за это прекрасно беседу интервью я хочу тебя спросить как бы мы назвали этот материал мы бы его назвали весна идет весне дорогу я очень благодарю тебя за мудрую цельную содержательную беседу спасибо тоже я желаю всем какой-то внутренней мудрости радости тепла такого разлитого будьте собой все равно вспоминайте себя если потеряли немножко потерялись вот этого хочу пожелать вот будьте здоровы на самом деле во всех отношениях вот спасибо спасибо Евгения тебе за твою программу я очень обрадовалась когда увидела твои ролики потому что я даже с тобой не могла обсудить некоторые вещи потому что я понимала что не в теме еще а вот когда начинаешь быть в теме тогда уже я поняла что я в теме да классно да спасибо спасибо пока все пока